МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Управлением ФСБ России по республике Мордовия пресечена противоправная деятельность жителя села Белозерье Рамадановского района 1999 года рождения, который причастен к покушению на хищение чужого имущества в крупном размере, а также к незаконному получению сведений, составляющих государственную тайну. Установлено, что молодой человек, представляясь сотрудником Центрального аппарата ФСБ России, предложил осужденному бывшему сотруднику полиции оказать содействие в отмене приговора за денежное вознаграждение в сумме 250 тысяч рублей. 25 мая 2020 года Асаинов был задержан сотрудниками у ФСБ с поличным. Следственным отделом управления в отношении указанного мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Следствием также выявлено, что молодой человек ввел в заблуждение сотрудников Торбеевского отдела полиции и ознакомился с документами оперативно-розыскной деятельности отдела, составляющими государственную тайну со степенью секретности совершенно секретно и секретно. 21 апреля текущего года по указанным фактам возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 283.1 Уголовного кодекса Российской Федерации незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну. С учетом раскаяния, полного признания видны Верховным судом Республики Мордовия, Асаинов приговорен к 2 годам и 6 месяцам колонии общего режима. Приговор законной силы не вступил. Перед судом предстанет женщина, обвиняемая в убийстве сожителя. 23 июля в дежурную часть 1-го отдела полиции по Саранску из больницы поступило сообщение о доставлении из поселка Луховка 44-летнего местного жителя со множественными колотой резанными ранениями живота. Через некоторое время мужчина скончался. В ходе выезда на место происшествия полицейские установили причастность к произошедшему 31-летней сожительнице погибшего. Женщина была задержана и доставлена в отдел полиции. По версии следствия, 23 июля 2021 года между обвиняемой и ее 44-летним сожителем, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора. Мужчина приехал с вахтовой смены из Москвы, зашел в магазин, где работала его гражданская супруга. Они поссорились. И мужчина побил женщину, после чего ушел. Вечером, когда женщина вернулась домой, конфликт с побоями продолжился. В процессе выяснения отношений женщина несколько раз ударила ножом своего сожителя, после чего вызвала скорую помощь. Однако от полученных телесных повреждений мужчина скончался. В ходе допроса обвиняемая пояснила следователю следственного комитета, что между ней и сожителем сложилась длительная конфликтная ситуация из-за того, что он избивал и оскорблял. В настоящее время по уголовному делу прокурорам утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Житель Отяшевского района признан виновным в незаконном хранении наркотических средств в крупном размере. Как установлено в ходе предварительного следствия, в 2020 году мужчина сорвал в поле дикорастущую коноплю и решил заготовить растение для личного потребления. Он высушил растение, расфасовал его по пакетикам и банкам и оставил на хранение. Однако полицейские раскрыли склад наркомана. Кроме того, в ходе проводимых мероприятий сотрудники УНК Республиканского МВД обнаружили у него в подполе цветочный горшок с наркосодержащим растением конопля, которую фигурант выращивал для себя. Самодельное курительное приспособление и измельчители растений. Общий вес изъятых наркотических средств составил более 207 граммов. Свою вину в совершенном преступлении мужчина признал полностью. Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года, условно с испытательным сроком 2 года, а также возложена обязанность пройти курс лечения от наркомании. Приговор в законную силу не вступил. 11 октября в Ордатовском районе в ДТП пострадали два человека. Авария произошла около 6 часов утра на автодороге с сообщением Комсомольский-Отяшево-Ордатов. 20-летний водитель Лады Приоры ехал со стороны Ордатова в направлении поселка Тургенево, не учел дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и совершил столкновение с автомашиной Лада Ларгус. В результате ДТП водитель и 22-летний пассажир автомашины Приора госпитализированы. В Зубово-Поляне 11 октября произошло ДТП из-за выезда на встречную полосу. Около половины 9 утра 19-летний водитель автомашины Богдан 2110 при обгоне выехал на полосу встречного движения, столкнулся с Вольсвагеном Туарегом. В результате ДТП водитель автомашины Богдан госпитализирован с различными травмами. В Саранске заключен под стражу 29-летний житель Чувашии, подозреваемый в мошенничестве на общую сумму более 8 миллионов рублей. Как установлено в ходе предварительного расследования, с осени 2020 года по сентябрь 2021 мужчина, действуя от имени потребительского кооператива «Надежный», совершил хищение денежных средств у 15 жителей Мордовии. Своё вино в совершённом преступлении мужчина полностью признал. По словам подозреваемого, потребительский кооператив, офис которого располагался в Саранске на улице Пролетарской, создавался с целью совершения обманным путём хищения денежных средств пайщиков, который злоумышленник тратил на личные нужды. В настоящий момент расследование уголовного дела продолжается. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Третий отдел полиции по Саранску устанавливает личность неизвестного, который 10 октября в 6.15 умышленно повредил стекло на запасной двери универсального зала на площади Тысячелетия. Приметы разыскиваемого. На вид 30-35 лет, среднего телосложения, рост 175-180 сантиметров, волосы короткие, тёмные, был одет в чёрную куртку, тёмные джинсы. Всем, кто располагает какой-либо информацией о личности данного человека, просьба сообщить по телефону 29 90 02 или 102. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова